К сожалению, последние недели мы и в стране в целом, и у нас в республике видим рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Этому есть ряд объяснений, о которых уже заранее говорилось. Это и отпускники, которые у нас вернулись, это и начало учебного года, это, к сожалению, и потеря населения эпидемиологической настороженности. В результате на сегодняшний день у нас, например, за последние сутки 87 заболевших, из них 45 в городе Якутск, 6 случаев в Мегано-Кангаласском районе, 10 случаев в Уссалданском районе, ну и по ряду районов, по достаточно большому количеству, по 3-2 заболевших. К сожалению, вынуждены еще раз констатировать, что у нас эпидемиологическая настороженность резко упала. У нас выросло количество заболевших лиц старшего поколения, старше 65 лет, и это привело к тому, что на сегодняшний день 51 человек у нас находится в реанимации, из них 9 на искусственной вентиляции легких. К сожалению, растет и смертность, у нас уже общее количество погибших от коронавирусной инфекции, за все это время уже 100 человек. Конечно же, вот те меры, которые сегодня должны принимать органы местного самоуправления, в первую очередь, на мой взгляд, они недостаточны. Мы еще раз требуем, чтобы во всех учреждениях проводилась термометрия в обязательном порядке. В обязательном порядке должна проводиться дезинфекция помещений. И, конечно же, работники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. К сожалению, опять же, ко мне обращаются лица старшего поколения, у которых работодатели заставляют выходить на работу. Это абсолютно недопустимо. И мною подписан указ о том, чтобы старше 65 лет граждане к работе не привлекались. Это относится ко всем, кроме медицинских работников. И я уверен, что это требование, мы сейчас тоже будем отслеживать его исполнение. Также мною дано сегодня поручение органов внутренних дел совместно с органами местного самоуправления пресекать различные массовые мероприятия. К сожалению, и в городе Якутске, и в других у нас населенных пунктах есть случаи проведения различных концертов, различных массовых мероприятий, на которых не соблюдается социальное дистанцирование. Мы сняли ряд ограничений по театрам, кинотеатрам, по учреждениям физкультуры. Не для того, чтобы там массово народ скапливать, а для того, чтобы эти мероприятия, если проводятся, они проводились, опять же, именно с соблюдением социального дистанцирования и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также мною дано поручение в адрес органов местного самоуправления, в первую очередь по городу Якутску, для усиления работы административных комиссий, работы департаментов предпринимательства, для того, чтобы органы, которые ответственно контролировали исполнение санитарных норм, в первую очередь масочно-перчаточного режима, на объектах культуры, объектах торговли и общественное питание. К сожалению, опять же, мы здесь видим расслабление и несоблюдение со стороны ряда учреждений тех норм, которые в обязательном порядке должны соблюдаться. С сегодняшнего дня у нас возобновилась работа оперативного штаба уже лично под моим руководством. Мы будем ситуацию сейчас держать под постоянным контролем для того, чтобы в ближайшее время не допустить дальнейшего роста заболеваемости и, конечно же, уже переводить его в нормальное русло. По всем выявленным случаям у нас контакты выявляются, работа Роспотребнадзором, учреждениями здравоохранения в районах проводятся. В принципе, никакого недостатка в лекарственных препаратах мы не наблюдаем. Вместе с тем, конечно же, еще раз хочу призвать население в масочный, перчаточный режим, в общественном транспорте, в учреждениях, в разных помещениях самым строгим образом соблюдать. Это именно то, что позволит на сегодняшний день не допустить дальнейшего развития коронавирусной инфекции у нас в республике.